В 9 часов вечера среды из-за пожара в подвале пятиэтажного дома покинуть квартиры пришлось трем десяткам жильцов. Возгорание случилось в электрощитовой, расположенной в цокольном этаже под четвертым подъездом. Приступить к тушению пожарные не могли. Несмотря на то, что распределительный щиток был объят пламенем, напряжение на него еще подавалось. Силы спасателей были брошены на эвакуацию людей. В их числе оказалась 71-летняя женщина, первой забившая тревогу. Перед сном пенсионерка решила проветрить комнату, но вместо свежего воздуха квартиру наполнил густой дым. Я видела огонь. Прямо так рванула. Может быть, это окна. Я, собственно говоря, вот в этой комнате была. А потом слышу, гарью запахло, думаю, ну елки-палки, проветрила. На протяжении получаса пожарным не удавалось начать схватку с огнем из-за опасности поражения током. К этому времени пламя стало выбираться из подвала в подъезд. Главную опасность теперь представляла газовая труба. Чтобы не допустить температурной деформации и утечки пропана, караулы охлаждали ее прерывистыми водяными залпами. А жильцы тем временем продолжали набирать номер аварийной электрослужбы. Там просто взрывало все. Так взрывало, что это ужас. Потом пожарных ждали. Пожарные быстро прибыли? Да. Довольно-таки быстро, да. А электромонтеры? Ждем пока. Да, их еще нету. Мы еще в ожидании. Сколько уже по времени их нету? Ну минут 30, это точно. Дежурный электрик появился почти через 40 минут. Бригада примчалась с предыдущего вызова. А вы где это все? Мы на Краснореченской были, на штате. Так а вы один, получается, на весь первый микроорайон? Как первый микроорайон? Мы от 3 микроорайона до Гомарника. А сколько у вас вообще бригад? Одна бригада. Отключить электричество мужчина не смог. Рубильник, который мог бы обесточить дом, находился в закрытой трансформаторной будке. Сейчас приедут электросети, они подстанцию отключат. Ну ваш дом. В итоге расчеты смогли начать работу спустя час после прибытия. На локализацию возгорания ушло всего две минуты. Сгорела электрощитовая деревянная лестница, ведущая в подвал. Испорчен интерьер подъезда. По подсчетам энергослужбы, на восстановление энергоснабжения уйдет не меньше недели. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Александр Савчук.